В музее-заповеднике Коломенская в Москве продолжает свою работу масштабная выставка, посвященная столетию обретения иконы Божьей Матери Державная. Наш корреспондент Эльвира Гордеева рассмотрела представленные экспонаты и пообщалась с главным хранителем музея. Более двухсот экспонатов, в том числе реликвии царской семьи, архивные документы, фотографии, оружие, средства, связи, кинохроника, представлены в выставочных залах Сытного двора Коломенского. Экспозиция посвящена обретению иконы Богородицы Державная, совпавшего сто лет назад с переломным событием истории России XX века, февральской революции 1917 года и свержением с престола законного государя императора Николая II. Подготовка к выставке велась в течение двух лет. Первый зал нашей выставки называется «Революция». Здесь представлены и портреты императора Николая II, и уникальные карты Российской империи. Показана, какая огромная была наша территория. На выставке есть уникальные реликвии, подлинные предметы, принадлежавшие Николаю II и его супруге, императрице Александре Федоровне. Среди особо ценных раритетов шашка Николая II, кружевная накидка императрицы Александры Федоровны, представлено также обмундирование русской армии, участвующей в Первой мировой войне, фарфоровые яйца с царским вензелем, который дарил император Георгиевским кавалерам, когда посещал войска на Пасху, подлинные телеграммы, которые направлял председатель 4-й Государственной Думы Родзянко государю, принуждая его отречься от престола. Вот эти документы, которые нам предоставил и Государственный архив Российской Федерации, архив города Москвы и другие музеи, у нас всего 16 участников нашего большого музейного проекта, вот эти документы являются подлинными свидетелями, которые помогут посетителю разобраться в сложных перипетиях истории столетней давности. Ярким, зримым, художественным образом передающим весь драматизм вынужденного отречения Николая II стала экспозиция проекта, воссоздающая интерьер вагона царского поезда. Аппарат Морзе, телефонный аппарат, лампа, живые кадры мелькающих за окном заснеженных мартовских деревьев по пути следования поезда. Услышит посетитель и движение поезда этого телеграфного аппарата и понимает тревожную атмосферу того момента, когда государь подписывает отречение за себя и за своего сына, цесаревича Алексея. Отдельный зал выставки под названием «Покров Пресвятой Богородицы» посвящен теме заступничества Матери Божией и за всю русскую землю из запасников музея Коломенское и Сергиева Посадского художественного музея-заповедника. Мы рассказываем и показываем экспонаты по истории почитания этой иконы Божией Матери Державной и показываем прекрасные иконы Богородичные, древние, начиная с XIII века, которые специально для этой выставки были отобраны, бережно отреставрированы и впервые показаны посетителям. Выставка ставит вопросы отношения власти, общества, государства и церкви, поругания и обретения святынь, нравственного возрождения и воссоединения русского мира. Продлится экспозиция в залах Сытного двора до 25 июня.